Видео подготовлено сайтом online-gdz.net Геометрия 10 и 11 класса Таносян Задание 360 В этом видео мы рассмотрим пункт B Итак, речь идет о кубе А, Б, С, Д, 1, Б, 1, С, 1, Д, 1 С ребром А В вершинах этого куба расположены точечные заряды В вершинах А, 1, Б, Д показаны красными точками И нам нужно в пункте B найти абсолютную величину результирующей напряженности в точках С, Б, 1 в центре грани А, 1, Б, 1, С, 1, Д, 1 и в центре куба Итак, мы рассмотрим вектор напряженности электрического поля в точке С Вначале мы рассмотрим этот вектор а потом найдем его длину Фактически нам нужно найти абсолютную величину значит нужно только найти длину вектора Итак, на напряженность поля в точке С влияют три заряда значит нам нужно рассмотреть три вот эти векторы Итак, вектор первый начнем с вектора ДС значит это будет КК К это некий коэффициент который зависит от единицы измерения К это величина самого заряда вектор начнем с вектора ну давайте нет все-таки начнем с вектора А1С а в знаменателе это должен быть длина этого вектора то есть отрезок А1С в кубе плюс это мы описали влияние заряда в точке А1 теперь опишем влияние заряда в точке Б и Д значит это еще два вектора ВС делить на ВС в кубе и плюс КК умножить на вектор ДС и делить на длину вектора ДС отрезок ДС в кубе это будет равно ну вот КК А1С можем тут уже заменить А1С это диагональ диагональ куба диагональ куба равна А корней из трех значит А корней из трех в кубе а дальше мы можем вот что сделать поскольку ВС и ДС это ребра куба то мы можем общий множитель вынести за скобку как и уделить на ребро это А А в кубе и в скобочках вектор ВС плюс вектор ДС это будет равно а вот давайте теперь мы рассмотрим сумму вот этих векторов ВС и ДС вектор ДС мы можем заменить на вектор АВ на равный вектор АВ а теперь если мы сложим векторы АВ и ВС то получим вектор АС а мы для удобства его заменим противоположным вектором СА и то что получилось теперь мы запишем в наше выражение и так это будет КК делить возведем теперь уже в куб будет А в кубе корень из трех в кубе это три корня из трех А1С вектор и минус КК делить на А в кубе умножить на вектор СА и это будет равно давайте так запишем что это будет равно некому вектору С значит вектор С равен разности с некими коэффициентами векторов А1С и вектора СА давайте изобразим этот вектор СА и так векторы А1С с неким коэффициентом и вектор СА вот они имеют так сказать общую точку С они образуют некий треугольник ну поскольку коль скоро вот вектор С вот этот вектор С он является разностью этих векторов то все эти три вектора образуют треугольник нам же нужно найти абсолютную величину результирующей напряженности то есть нам нужно найти модуль вектора С а модуль вектора С это будет третья сторона треугольника сторонами которого являются вот эти векторы разности уменьшаемого и вычитаем вектор тогда мы можем воспользоваться теоремой косинусов и рассчитать квадрат третьей стороны треугольника но прежде чем мы это сделаем давайте мы все-таки найдем косинус угла а нас интересует угол А1СА его мы можем вычислить из треугольника АА1С он будет равен отношению прилежащего катета АС к гипотенузе А1С АС это диагональ квадрата со стороной А А корней из двух А1С это диагональ куба со стороной АА корень из трех тогда это получается корень из двух на корень из трех не будем преобразовать это у нас промежуточное вычисление теперь мы вычислим стороны вот этого треугольника одной из сторон которого является длина вектора С значит модуль вектора КК А куб 3 корня из трех вектора А1С длина этого вектора она будет равна КК делить на А в кубе 3 корня из трех на длину вектора А1С это диагональ куба А корень из трех тогда это будет равно А и А сокращаются корень из трех сокращается получаем КК делить на А в квадрате и умножить на 3 теперь вычислим длину второго вектора а именно вектора КК делить на А в кубе и умножить на С на вектор СА это будет равно КК делить на А в кубе вектор СА это диагональ квадратов со стороной А значит А корней из двух А и А сокращаются и у нас получается КК корень из двух делить на А в квадрате а теперь все это мы подставляем вот для того, чтобы определить С, длину вектора С в квадрате это будет равно значит вот берем КК КК делить на 9А в четвертой степени плюс вот этот квадрат КК делить на умножить на 2 все у нас в квадрате на А в четвертой степени минус удвоенное произведение КК ну два раза у нас будет значит КА квадрат КК так корень из двух и знаменатель у нас А в четвертой степени умножить на 3 и умножить на косинус на корень из двух на корень из трех тогда это у нас получается вынесем А за скобку общий множитель это будет КК КК делить на А в четвертой степени умножить на 9 и в скобке у нас остается от первого слагаемого единица от второго ну домножаем на 9 получаем 18 и от третьего получаем 2 умножить на 2 умножить на 9 и разделить на 3 корня из трех это будет равно КК КК делить на 9 А в четвертой степени а в скобках получается 19 минус ну если мы избавимся от рациональности в знаменатель домножим и числитель и знаменатель на корень из трех ну и потом сократим девятки то у нас получится 4 корня из трех таким образом давайте уже сюда перейдем таким образом получается что длина вектора С а это у нас длина вектора напряженности поля будет равна КК делить на 3 А в квадрате корней из 19 минус 4 корня из трех таким образом мы определили абсолютную величину напряженности в точке С теперь рассмотрим точку В1 и так мы определяем величину напряженности поля в точке В1 тогда нам нужно рассмотреть 3 вот эти вектора А1 В1 ВВ1 и вектор ДВ1 то есть это будет равно КК умножить на вектор А1 В1 разделить на длину вектора А1 В1 в кубе плюс КК на длину вектора ВВ1 в кубе на вектор ВВ1 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 в кубе на длину ВВ1 и на длину ВВ1 в кубе здесь ситуация аналогична вектору АЕ в точке С поэтому вот так вначале мы запишем КК делить на дб1 это диагональ значит это будет А в кубе 3 корня из 3 диагональ куба ДВ1 вектор ДВ1 а сумму вот этих векторов А1 В1 и ВВ1 мы заменим разностью ну во-первых вынесем общий множитель КК и здесь у нас А в кубе а сумму этих векторов заменим вектором минус ВВ1 А ВВ1 А и таким образом запишем что вот этот вектор это у нас вектор ВВ1 он равен разности двух вот этих векторов давайте вектор ДВ1 и ВВ1 А вот мы изобразили вектор ВВ1 А таким образом вектор В это вектор который равен разности вот этих двух векторов обратите внимание что они с некоторыми коэффициентами все три вектора образуют треугольник иначе мы найдем в третью сторону этого треугольника длину вектора В длину вектора В точно так же как это мы делали когда искали длину вектора С аналогично она будет равна собственно мы можем переписать результат она будет равна тоже К К делить на 3 А квадрат и умножить на корень под корнем 19 минус 4 корня из 3 теперь найдем абсолютную величину результирующей напряженности в центре грани А1 В1 С1 ДН это у нас верхняя грань центр ее находится в точке пересечения диагонали этой грани вот она точка и мы будем искать вектор Е О вектор напряженности в этой точке вызванный вот этими тремя зарядами значит мы должны рассмотреть 3 вектора вот эти 3 вектора и давайте запишем это будет равно К на вектор А1 О на длину вектора А1 О то есть отрезок А1 О в кубе плюс К К на вектор Б О и делить на Б О в кубе и плюс К К на Д О и делить на Д О в кубе но прежде чем мы будем преобразовывать мы вначале рассчитаем длину вектора Б О Б О но учитывая что треугольник Б Б 1 О это треугольник прямоугольный и Б О в нем гипотенуза гипотенуза будет равна корню квадратному из суммы квадратов Б Б 1 в квадрате плюс Б 1 О в квадрате это будет равно корню квадратному из Б Б 1 это А в квадрате плюс Б 1 О это половина диагонали диагональ квадрата это А корней из 2 половина диагонали значит А корней из 2 на 2 и в квадрате тогда тогда это будет равно так ну если в общем мы возведем в квадрат получим А квадрат умножить на 2 делить на 4 приведем к общему знаменателю в итоге получим А корней из 6 делить на 2 запишем что ДО точно так же равно как и БО это тоже А корней из 6 делить на 2 это тоже диагональ равного прямоугольного треугольника катетами которых является ребро куба и половина диагонали грани так теперь рассмотрим сумму векторов БО и вектора ДО для этого мы проведем диагональ основания БД найдем ее середину точку О1 О1 середину и соединим точки О1 и О получим вектор О1 О так вот вектор БО равен сумме векторов БО1 плюс вектор О1 О О вектор ДО равен сумме ДО1 плюс вектор О1 О БО1 и ДО1 это векторы имеют одинаковую длину это половины диагонали БД они направлены навстречу друг другу то есть это векторы противоположные значит их сумма равна нулю а тогда у нас получается два вектора О1 О и еще вектор О1 О поскольку он соединяет центры противолежащих граней куба то О1 О равен вектору АА1 и тогда мы можем заменить его вектором АА1 и вот теперь с учетом всего этого мы продолжим записывать вектор напряженности поля в точке О и так это будет равно Q К на вектор А1 О сейчас мы найдем его длину А1 О в кубе и вот теперь мы можем записать вместо суммы вот этих векторов можем записать плюс 2 вот этот коэффициент К К на вектор на длину Б О в кубе это мы вынесли за скобку и вектор АА1 и вот это все давайте запишем что это все равно вектору В Фактически нам нужно найти длину вектора В у нас ведь спрашивается абсолютная величина результирующей напряженности вектор В и векторы А1 О и А1 А если мы посмотрим внимательно на рисунок составляют прямоугольный треугольник с катетами это вот это подчеркнутые вот это катеты а вектор В это гипотенуза этого треугольника тогда нам остается определить длины вот этих векторов а затем вычислить применить теорему Пифагора вот мы это и сделаем итак мы определяем длину вектора К А1 О и делить на А1 О в кубе это будет равно К А К делить на А1 О это у нас А корней из двух ну собственно мы можем записать так А1 О в кубе умножить на А1 О тогда это будет равно К К делить на А1 О в квадрате а это будет равно К К А1 О это корень из двух на два в квадрате это вот А квадрат А квадрат умножить на два делить на четыре то есть то есть у нас двоечка идет сюда и вот это мы определили длину первого вектора теперь найдем длину второго вектора это у нас обрати внимание что это 2 К делить на Б О в кубе Б О это А корней 6 на 2 значит А квадрат умножить на А куб уже в кубе А куб значит 6 корней из 6 делить на 8 так и умножить на вектор АА1 это мы уже поторопились немножко ладно это будет равно значит К К 2 8 делить на А в кубе 6 корень из 6 и АА1 это просто А и в итоге мы получаем так К 4 корня из 6 и делить на А в квадрате но если мы избавимся от рациональности и еще один множитель в знаменателе это девятка и так мы определили катеты прямоугольного треугольника теперь по теореме Пифагора вычислим его гипотенузу и так длина вектора В это есть длина вектора напряженности в точке О она будет равна корню квадратному из 4 Q Q квадрат Q квадрат делить на А в четвертой степени плюс возводим в квадрат 16 умножить на 6 К квадрат Q квадрат и делить на А в четвертой степени умножить на 81 вот это будет равно вынесем за скобку множитель 4 К квадрат Q квадрат делить на А в четвертой степени А в четвертой степени и еще вынесем 81 тогда у нас вычислите тогда у нас в скобках останется 81 и плюс так 4 умножить на 6 потому что мы четверку тоже вынесли четверку тогда это будет равно если мы извлечем корень то это будет равно 2 К Q делить на 9 А в квадрате А под корнем останется у нас 105 и так это абсолютная величина напряженности в точке от центре грани А1 В1 С1 Д1 и у нас еще осталась одна точка это центр куба и так мы определяем вектор напряженности поля в точке в центре куба центр куба находится на пересечении диагонали куба эту точку мы обозначим буквой П и тогда нужно нам рассмотреть три вектора запишем напряженность поля в точке П будет равна К Q умножить на вектор А1 П на длину А1 П в кубе плюс К Q умножить на вектор Б П на Б П в кубе и плюс К Q умножить на вектор Д П делить на Д П в кубе это будет равно ну во-первых давайте вычислим вот эти отрезки А1 П А1 П и Д П все они будут равны потому что каждый из этих отрезков это половина диагонали ну любой диагонали куба все диагонали куба равны А1 С а это будет равно А корней из трех на два это во-первых теперь давайте таким образом мы общий множитель сможем вынести за скобку давайте сразу это и сделаем К Q поделить ну давайте пока запишем А1 П в кубе теперь давайте запишем чему равна сумма векторов А1 П плюс вектор Вектор ВП ВП и плюс вектор ДП ну мы запишем это так А1 П плюс сумму векторов ВП и ДП мы вычислим следующим образом мы проведем тоже диагональ ВД найдем ее середину точку О1 и проведем вектор О1 П соединим точки получим вектор О1 П и тогда ДП плюс ВП плюс ДП будет равно двум векторам О1 П но вектор О1 П поскольку он соединяет центр нижней грани и центр куба то мы его можем записать А1 П плюс вектор он будет равен 1 2 от вектора АА1 значит мы можем заменить на вектор АА1 два вектора О1 П ну а теперь если мы посмотрим по рисунку вектор ААА1 плюс вектор АА1 П это будет вектор АП ААА1 ААА1 это будет половина диагонали ААА1 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 таким образом наш вектор ЕП будет равен произведению на вектор на 1 вторую вектора АААА1 ААА1 и нам остается найти длину этого вектора найдем длину итак длина вектора К умножить на К делить на ААА1 П в кубе умножить на 1 вторую вектора ААА С1 это будет равно К К умножить на 8 делить на А в кубе на 3 корня из 3 умножить на 1 вторую и АС1 это А корней из 3 и это будет равно 4 К делить на 3 А в квадрате и это у нас и есть длина вектора Е в точке П то есть абсолютная величина результирующей напряженности в центре куба задание выполнено и если вам понравилось видео не забудьте поставить лайк а если у вас появились вопросы пишите в комментариях м Продолжение следует...